Уже ставшая традиционной акцией «Рядом с мамой» группы поддержки грудного вскармливания прошла сегодня в городе Надбугом. На площадке возле Брестского родильного дома собрались самые активные и мобильные мамы с детьми, чтобы еще раз напомнить всем будущим и настоящим родительницам, насколько важно, нужно и полезно кормить своих малышей именно материнским грудным молоком. Цель нашей сегодняшней акции, прежде всего, это привлечь внимание будущих мам, настоящих мам и общественности к важности, к естественности грудного вскармливания. Я думаю, что не стоит повторяться, все знают, насколько это важно для здоровья будущего малыша, если это ожидающие здесь малыша, и для здоровья самой мамы кормления грудью. Но, к сожалению, многие необоснованно отказываются от кормления грудью естественным способом и прибегают к заменителям. Ну и цель нашей акции – привлечь внимание, опять же, к тому, что эта мама может быть динамичной, активной. Темп современной жизни заставляет постоянно находиться в движении, решать одновременно множество вопросов и задач, быть мобильными и легкими на подъем. Порой именно желание везде успеть и все сделать заставляет женщину перейти на искусственное вскармливание. Многие не представляют, как можно покормить ребенка, естественно, в общественном месте или на улице, и именно в тот момент, когда этого захочет малыш. Проведение же подобных акций должно помочь развеять страх и сомнения мам, а также привлечь внимание общественности и призвать к более терпимому и уважительному отношению к кормящей женщине. Тем более, сегодня, благодаря многочисленным уловкам в одежде, этот процесс практически не заметен окружающим. Старшего ребенка кормила почти два года грудью. Мне очень это понравилось. Я считаю, что это очень хорошо – связь мамы и ребенка. И пришла, чтобы те мамы, которые уже состоялись, и которые еще не уверены, кормить грудью или нет, хотелось бы, чтобы они это все-таки делали, потому что это очень важный связь мамы и ребенка. Цель, мне кажется, здесь одна – показать общественности, показать вообще всем, кто даже мимо проходит, что кормить грудью можно вне дома, в любом месте, в любой позе, при любом желании ребенка. Не тогда, когда стукнуло на часах время. Мы уже отошли, слава богу, от режимного кормления, как когда-то кормили нас мамы. Сейчас дети растут более спокойные и более здоровые, потому что грудное скармливание со своими полезными свойствами. Не хочется повторяться, потому что это в любом источнике можно прочитать, на любой лекции, в женской консультации. Педиатры в детской поликлинике расскажут, что грудное молоко не заменишь ни одной смесью. Стоит отметить, что помимо малышей, грудное скармливание полезно и для самих мам, так как именно оно является одной из действенных профилактических мер против рака молочной железы. Поэтому проведение подобных акций и флешмобов при влечении внимания общественности к вопросам кормления маленьких детей помогает сохранить здоровье и мамам, и их детям. Продолжение следует...